Подготовленные среды начались в 2009 году. Изначально это был такой период, когда у нас было сообщество, которая называлась Love Life Electronic, посвященная DIY-подходу в электронной музыке и живому исполнительству. И мы просто искали места разные, где можно было бы сделать мероприятие, концерт или фестиваль. При этом, когда мы находили место и делали какое-то мероприятие, ну, вот лично я имел такую тенденцию все превращать в серию. Мы тогда ходили по разным местам и просто предлагали, ну вот, в местах, которые нам казались интересными. И одним из таких мест был гастросцентр современного искусства, где просто нам разрешили сделать концерт, но, к сожалению, у них не было никаких других дней для подобного рода малопосещаемых и никому неинтересных мероприятий, кроме сред. То есть у них были только среды. Но в целом хотелось подогнать под это какую-то концепцию, потому что мы занимались исключительно концептуальными мероприятиями. И она родилась из разговора моего с Олегом Макаровым. Олегом Макаровым. И я у него спрашивал, нельзя же просто так сделать фестиваль, надо, чтобы он был к чему-то приурочен или к чему-то посвящен. И он сказал, ты же любишь Джона Кейджа, ну вот посвяти его Джона Кейджу. И так, собственно, родилось и название, и сама концепция, что среды стали подготовленными, как подготовленные инструменты. Название показалось интересным, потому что в нем таким образом содержалась игра слов, подготовленные среды, некий фестиваль, который проходит по средам, но при этом заключается в работе с подготовленной средой в целом, как инструментальная среда, как инвармент, окружающие и прочие среды, объекты, предметы и так далее. И тогда же мы придумали слоган, который до сих пор не меняется. То есть музыканты, артисты, выступающие продемонстрируют работу с подготовленными объектами, средами и конструктами. Таким образом максимально расширяя диапазон возможных изъявлений и перформансов. Ну, изначально сама концепция мероприятия, она, конечно, очень такая материалистичная и строится на том, что сам подход к звукоизвлечению должен быть, ну, условно нестандартным. И это, как бы, часть концепции, такой, может быть, слегка ретроавангардный, но, тем не менее, имеющий отношение и к кейджу в том числе, что исключительно новый способ взаимодействия с инструментом или новый инструмент может рождать новую эстетику. То есть звук не является вторичным, но звук, скорее, является производной от именно способа звукоизвлечения или способа обработки или концепции, которую человек вкладывает. То есть вполне возможно, ну, в перформансе на подготовленных средах звук может быть артефактом какой-то концепции. И мне как раз-таки нравятся наиболее радикальные работы, которые могут иногда там звук оставить за скобками, а тем не менее он будет присутствовать. Да, в этом году у нас у фестиваля была интегративная тема под названием «Опасность-безопасность». И вообще темы у подготовленных средств стали возникать, мне кажется, с прошлого или с позапрошлого года. Во многом, потому что сами артисты выступающие, среди них есть резиденты стандартиста.ру, которые выступают ежегодно на подготовленных средах все эти там 7 или 8 лет, и они сами как бы стали говорить, давайте придумывать какую-то, предлагать какую-то тему, потому что так просто фантазировать иногда бывает сложновато и неинтересно. Поэтому, так как подготовленные среды, ну, вообще пропагандируют максимальную свободу, но при этом радикальную, то есть, то я решил делать такие интегративные темы, которые при этом не всегда являются обязательными, то есть, совсем не обязательно артист должен что-то на эту тему как бы высказываться, но это предпочтительно. И в этом году тема была «Опасность-безопасность». Я выбирал между разными идеями, разными темами, которые у меня были, но, как бы вообще в целом социально-экономическая там обстановка и политическая обстановка в мире, она, ну, не могу сказать, что она на меня не влияет совсем. Вот, то есть, я не нахожусь там в башне из слоновой кости, а даже, я бы сказал, интересуюсь политикой и прочими социальными движениями. Можно же рассуждать вообще в разных аспектах. И как раз в рамках этого фестиваля, который состоялся, было интересное мероприятие под названием «Диалоги». Там на тему «Опасность-безопасность» рассуждали различные молодые ученые, и они преломляли вот эту тематику в отношении своих собственных тем исследований, общаясь в диалоге с звуковыми художниками. И там можно было увидеть однозначно, что вот эта тема «Опасность-безопасность», она такая же неоднозначная в различных сферах, не только тех, которые там меня вдохновили, грубо говоря, на эту тему. В этом году у нас была, состоялась образовательная программа, и это тоже уже несколько лет происходит. Мы стараемся делать какие-то лектории или воркшопы, в том числе с иностранными гостями. В этом году удалось сделать их целых два. К нам приехала такая польская молодая звуковая художница Ева Джустко, которая довольно известна сейчас в Сандарт-среде именно за счет своих do-it-yourself разработок и выступлений, и подходов вообще, как она к этому подходит. Данный воркшоп Ева Джустко проходил в центре Марс, который являлся одной из основных площадок фестиваля в этом году. Второй нашей основной площадкой являлся политехнический музей, конкретно электронная гостиная. И туда, и с их помощью, а также при поддержке посольства Нидерландов, нам удалось привести настоящую суперзвезду в области DIY-подходов в экспериментальной музыке и синтезатор-строительстве. Это Heise Gisgis, хотя я его называл Gis, но это не важно. В общем, такой культовый достаточно человек, который очень давно этим всем занимается, используя абсолютно различные инструменты, не только железячные и хардверные подходы, но также и программирование, и всегда делает он на очень хорошем, панковском, настоящем DIY-уровне. На нем, собственно, люди собирали различные звуковые модули, используя принципы, которые Heise Gisgis использует в своем творчестве, в том числе так называемый модуль VUPERG, то есть это очень простой механико-акустический элемент, который Heisegis делает из вольтметра. Нам удалось в этот раз пригласить гостей и друзей из Польши, в том числе показать интересный фильм, снятый коллегами из польского комьюнити, посвященного шумовой музыке. И таким образом российская премьера этого фильма стала частью программы «Одного из дней», а также дискуссия, посвященная вот этому кино. Кроме этого, были не только московские коллеги, но также были питерские. Была даже у нас прямая трансляция из Лос-Анджелеса во время «Одного из перформансов». Был специальный гость из Норвегии в последний день фестиваля. И вот все это составило вот эту очень разношерстную, но всегда очень интересную канву фестиваля. То есть там разнообразные совершенно перформансы от массажа на массажном столе до какого-то электрофореза, каких-то там растворов электролиза, до взрывания грибов, снятия всяких биопоказателей с себя, использование трансдюсеров для акустических возбуждений различных предметов, расположенных в пространстве. и прочее, прочее, как бы... Тем не менее, подготовленная среда от всех других фестивалей резко отличается именно своей строгой концептуальности касательно подготовленных объектов, сред и конструктов. И, ну, вполне возможно, не могу этого утверждать, но мне кажется, что это и было, и является определенным новаторством в культурной среде российской, что это вот такое вот довольно радикальное явление. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА